всем привет ребята сегодня урок 13 и курс параметры с нуля если вам полезно отправляйте своим друзьям сегодня мы решим номер 1 номер 2 номер 3 здесь будем искать ровно два различных решения единственное решение и три решения начнем с того где надо найти три решения по ряду и так что видим видим что числитель можно чуть-чуть преобразовать если можно преобразовать сделать проще обязательно это дело он по руму что происходит что происходит здесь можно x игрок вынести за скобки останется игрок минус 3 и тут тоже самое давайте так и сделаем то есть если здесь x игрок вынести за скобки давайте подробно игрок минус 3 а здесь выносим минус 3 тоже остается игрок минус 3 то есть 1 до преобразуем все это деленное на корень из x плюс 3 равно 0 так и получается x игрок минус 3 умножить на игрок минус 3 деленное на корень из x плюс 3 равно на что хочется обратить внимание на квадратный корень в знаменателе значит у нас будет условие x плюс 3 строго больше 0 x строго больше чем минус 3 также мы видим что а находится у нас только во втором уравнении значит давайте подставим игрок равно а x значит вместо игрока так и представляем а x получается скобка открывается x умножить на а x минус 3 скобка открывается а x минус 3 все это делите на x плюс 3 равно 0 дробь равна 0 когда числите равен 0 а знаменатель не равен 0 для знаменателя мы уже нашли условие значит переходим просто к числителю и находимся получается а x квадрат минус 3 умножить на а x минус 3 равно 0 получается а x равно 3 а x равно 3 а x квадрат и надо выделить на 3 а на а надо делить на 0 делить нельзя значит мы должны сделать пометочку если а равно 0 тогда что у нас 0 равно 3 тогда здесь у нас x у корень из 3 делить на а x равен плюс минус корень из 3 делить на 2 скобочка получается а x минус 3 ладно не буду двигать мне получается а x минус 3 получается а x равно 3 но на а мы уже поделили да можно еще раз сказать что они равны 0 x равен 3 делить на а ну что мы нашли три корня теперь нам нужно эти три корня проанализировать да кстати смотрите здесь у нас а находится под корнем да еще и в знаменателе какое условие должно быть для а так как x равен корень из 3 делить на а во первых тройку на всегда положительно под корнем должно быть положительное число значит а должно быть тоже положительно ну и так как у нас а находится в знаменателе то строго положительно строго больше нуля так это нам тоже потом пригодится да и мы уже отметили что а не равно 0 это здорово какие же у нас условия у нас одно единственное условие потому что он был один единственный корень он знаменателе x больше минус 3 так рассмотрим x1 равен минус 3 делить на а все корнем получается этот корень у нас должен быть больше чем минус 3 так что мы делаем умножаемся на минус 1 получаем 3 делить на под корнем больше так меньше умножение на минус 1 на меняется меньше чем 3 возводится в квадрат 3 делить на меньше 9 но и отсюда тогда а больше чем 1 3 а больше чем 1 3 хорошо рассматриваем второй корень рассмотрим x равен 3 делить на под корнем то же самое так 3 делить на под корнем больше чем минус 3 но он и так всегда больше чем минус 3 то есть это выполняется всегда ведь корень у нас всегда положительный выполняется все годом так и последний наш корень рассмотрим корень это просто 3 делить на 3 делить на больше чем минус 3 и у нас с вами условия выпало вот отсюда потому что а знаменателе под корнем а сама по себе должно быть больше 0 получается что так а ну число в знаменателе под корнем если тройку нас положительно то тоже положительно значит дробь будет тоже положительно положительные числа у нас всегда больше отрицательных тоже выполняется всегда так хорошо проверяем совпадение у нас с вами 3 делить корень из 3 делить на и минус корень из 3 делить на согласны ли вы что отрицательный но минус корень из 3 делить а не может совпадать корень из число 3 делить на а потому что она отрицательная все остальное положительное поэтому так и напишем x так а какие у нас там 2 3 1 господи я сейчас запутаюсь в так получается это у нас x2 это 1 и 3 так получается x2 и x3 совпадать не могут и x3 и x1 тоже совпадать не могут по той же самой причине один отрицательный другой положительный но тогда x1 и x2 будем проверять так получается корень 3 делить на а равно 3 делить на а возводим все в квадрат это будет 3 делить на а равно 9 делить на а квадрат все в одну часть приводим к общему это получается 9 минус 3а делить на а равно 0 ну и получается что дробь равна 0 когда числите равен 0 а значит а должно быть равно 3 значит там где а равно 3 наши корни повторяются а нам нужно три решения давайте нарисуем получи так вижу тройку отмечаю тройку какое у нас еще было условие у нас тут все выполняется выполнять ага вот оно условие а больше чем 1 3 там у нас еще были условия что они равно 0 я больше 0 это и так автоматически происходит там больше одной третий все это идет сюда так и получается все получается все ответ вот одной трети до 3 и от трех до плюс бесконечности то есть три корня почему потому что один корень нам дал условие от одной трети до бесконечности другой корень данном условии выполняется всегда значит а при нам держи р вот она штриховка можно показать третий корень тоже нам дал что выполняется всегда значит а это р вот они три корня переходим ко второму здесь у нас одно единственное решение но сразу же видно что придется делать замену но опять же давайте ну да давайте сделаем замену так то получается 5 степени x равно ты тогда что у нас т квадрат минус а плюс 6 на т давайте все принесем минус 5 плюс 3 модуль а на т плюс 6 3 модуль а плюс 5 а а а равно 0 мы с вами сделали замену и не проанализировали ее нам нужно одно единственное решение давайте вспомним если мы заменяем число в степени когда ты равно нулю корней нет корней нет т меньше нуля корней нет а вот т больше нуля один корень значит нам необходимо одно единственное т чтобы задание сделать как видим здесь будет а ты можно вывести за скобки давайте это сделаем минус ты тогда что это будет а плюс 6 умножить на запуталась почему умножить минус так а плюс 6 или плюс 5 мы же минус то вынесли плюс 5 минус 3 модуль а плюс а плюс 6 3 модуль а плюс 5 равно 0 прям отличнейшая подсказка и т1 умножить на т2 тогда получается т1 это а плюс 6 а т2 это 3 модуль а плюс 5 что мы можем сказать про каждый корень мы можем сказать что т2 у нас всегда больше нуля потому что модуль нам все равно при раскрытии даст положительное число Но положительное число плюс 5, опять-таки у нас тоже положительное число, будет всегда больше нуля. То есть t2 больше нуля всегда. Значит, нам необходимо, чтобы было только одно решение, только одно t. Что это значит? Это значит, либо t1 будет меньше нуля, либо они совпадут. То есть t1 меньше нуля. Так вот тут всегда. Вообще то, что я говорю словами, надо прописывать. Так как t2 всегда больше нуля, то чтобы у нас было только одно единственное решение, нам необходимо либо, чтобы t1 был меньше нуля, либо чтобы t1 равен t2. Тогда a плюс 6 меньше нуля, тогда a меньше, чем минус 6. И давайте проверим, что будет, если они будут совпадать. t1 равно t2. a плюс 6 равно 3 модуль a плюс 5. Ну что, модуль надо раскрыть. Первое раскрываем. А больше либо равно нуля. Если у нас больше либо равно нуля, так и остается. a плюс 6 равно 3а плюс 5. Тогда что это будет? 2а равно 1. a равно 1 вторая. Когда мы применяли условия для модуля. То есть то, что a должно быть больше либо равно нуля, наш корень должен соответствовать. Соответствует. Хорошо. Второй пунктик это то, что a меньше нуля. Тогда это будет a плюс 6 равно минус 3а плюс 5. Тогда что у нас будет? 4а равно минус 1, а равно минус 1 четвертая. И да, действительно, а у нас меньше нуля. Так, у нас не может быть никаких совпадений, потому что нам нужен только один корень. Тогда что мы отмечаем? Мы отмечаем одну вторую. Мы отмечаем минус 1 четвертую. Что еще? Ой, а почему-то есть 3. У нас 6. Мы отмечаем минус 6. Так, и промежуток у нас только 1, да? Меньше, чем минус 6. Ну, давайте посмотрим. Ну да, получается вот этот корень меньше, чем минус 6. Ну, и так же нам подходит. Если один из корней будет минус 1 четвертая, то есть они совпадут. И нам подойдет, если один из корней будет 1 вторая, значит другой будет отрицательный. Значит, итоговый ответ. А принадлежит от минус бесконечности до минус 6. И минус 1 четвертая. И 1 вторая. Так, за 14 минут мы с вами укладываемся. Это просто прекрасно. Третий пример имеет ровно 2 решения. Пум-пу-рум, пум-пу-рум. Ну что, как обычно расписываем, дробь равна нулю, как дочислитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Модуль 4х минус х минус 3 минус а равен нулю. И х квадрат минус х минус а не равен нулю. Так. Числитель. Чтобы найти х, надо решать числитель. Значит, получается, если у нас х больше либо равен нуля, тогда раскрываем. 4х минус х минус 3 минус а равно ноль. Тогда что у нас? 3х равно 3 плюс а. И тогда х равен 3 плюс а на 3. Если у нас х меньше нуля, тогда минус 4х минус х минус 3 минус а равно ноль. Минус 5 равно а плюс 3. Минус 5х. х равен а плюс 3 делить на минус 5. Ну, либо минус можно вынести вперед передроби. Так. Что у нас? У нас одно единственное условие. Это знаменатель. Значит, мы должны подставить наши корни в знаменатель и проверить, действительно ли знаменатель не равен нулю. Тогда получается раз... А зачем рассмотрим? Просто я буду писать под каждым. Получается, условие для первого корня. Во-первых, больше либо равен нуля. А почему равен? Равен не может быть. Больше нуля. Так. Подождите, я запуталась. А, нет, больше либо равен. Это же условие для корня не относительно знаменателя. А вот знаменатель уже подставляем и строго больше. Так. Х квадрат. То есть 3 плюс а делить на 3 в квадрате. Потом. Минус х. То есть минус 3 плюс а делить на 3. Минус а. Больше. Так, нет, не больше. Не равно нуля. Так. Ну давайте. Это вы уже умеете преобразовывать. Я напишу кратенько. Я напишу кратенько. Получается, здесь у нас будет, если преобразовать а, а минус 6, не равно нулю. Значит, а не равно нулю и а не равно 6. И сейчас мы то же самое проделаем со вторым корнем. Условие для второго корня это то, что а плюс 3, минус, давайте вынеси перед дробью, будет меньше нуля. Это у нас появилось вот откуда, когда мы раскрывали модуль. И опять же, что там у нас х квадрат, значит, а плюс 3 делить на 5 в квадрате. Минус х минус на минус даст плюс а плюс 3 делить на 5. Минус а. Так, не равно нулю. Потому что это знаменатель. Тоже здесь я напишу, что у нас получается в итоге а квадрат минус 14а плюс 24 не равно нулю. Отсюда а равно 2 и 12, значит, а не равно 2 и а не равно 12. Так. Ага. Я, получается, решила второе, а первое не решила, ну там не так. Так, давайте вот отсюда. Смотрите, у нас знаменатель тройка. Значит, можно все домножить на 3, и будет 3 плюс а больше либо равно нуля. И потом тройку перенести, и тогда отсюда получится а больше либо равно минус 3. Здесь, здесь получается, умножаем на 5, будет минус а минус 3, когда а больше, чем минус 3. Так, и нам нужно пересечение. Нам нужно пересечение. Так. Больше, чем минус 3. Давайте с одного начнем. Минус 3. Так, 0 выкалываем, шестерку выкалываем. Больше, чем минус 3. Так, это у нас а. Здесь у нас что? Надо выколоть двойку. Надо выколоть 12. И тоже больше, чем минус 3. Ага, только смотрите, в одном случае точка закрашена, а в другом случае точка выколота. Я еще одну такую прямую нарисую. Нам нужно, чтобы было два различных решения. Так, два различных решения. Ну, смотрите, здесь одна точка закрашена, другая выколота. Значит, минус 3 только один корень. Здесь у нас есть, ну, две, два пересечения, значит, два корня. Здесь 0, значит, один корень выколот. Ну, вот все наши промежутки, получается, подходят. Но нам нужно проверить совпадение корней. Совпадение корней. То есть, 3 плюс а на 3 равно минус а плюс 3 на 5. Так, совпадение корней. Так, еще раз. 3 плюс а на 3 равно минус а, что там? плюс 3 на 5. Так, 15 плюс 5 а равно минус 3 а плюс, нет, минус 9, мин уже передробью у нас стоит. Тогда что у нас получается? 8 а равно минус 24 а равно минус 3. То есть там, где у нас минус 3 корни повторяются. Но у нас и так минус 3 не входит, потому что одна точка выколота, а другая закрашена. Тогда итоговый ответ. Нам подходит все, кроме вот этих точек. То есть, как мы и думали. Так, от минус 3 до 0. А принадлежит от минус 3 до 0. Потом от 0 до 2. Все верно, ведь да? Смотрите, у нас одни корни больше 0, а другие корни меньше 0. Запуталась немного. Все правильно делаем. Все правильно делаем. Так, получается от 0 до 2. Что потом? От 2 до 6, от 6 до 12. От 2 до 6. От 6 до 12. И от 12 до бесконечности. Так, это какой был? Это был третий. Здорово, мы уложили за 21 минуту. Для вас уже все становится гораздо легче, легче и легче. Это уже реальные параметры из реальных ЕГЭ. Ну и также они повторяются в книжках 2022-2023 года. Если вам нравится, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии, пишите свои вопросы и делитесь с друзьями. Пока-пока.